Ты секси маддафака! Понедельник, все воскресенье, день тяжелый, да, очень тяжелый, потому что сегодня у нас был крюфунг, экзамен. На уровне В1, В2, А1, А2, то есть экзамен, такой экзамен. Я вообще самовезучая, потому что, в принципе, у всех говорения принимали ребята из ютинститута, а у меня говорения, ой, у всех принимали говорения ребята из нашей школы, да, учителя, а у меня принимала говорения женщина из ютинститута. А самое офигенное, что я сдавала говорения с мальчиками из Франции. Шаманом, Бенджаманом, который в Боулинге тогда забыли, который сидел на катаре. Ну, во время экзамена он очень хорошо пишет, то есть я понимаю, что у него хорошо с грамматикой, с чтением, он все понимает, но когда он говорит, мне очень сложно его понимать, и весь экзамен его будет примерно так, я пыталась понять, что говорит Бенджаман, и не ставить вопросы по этому. А у нас тут случилась трагедия. И трагедия Шамоэля. Паширка Ромео и Джульетта, только усатый Ромео и пермская Джульетта. С очень, очень богатым, очень таким пакистанским, усатым, волосатым сердцем. Да, усатик, ну, он собирался покончить с собой. Он собирался приехать в Пермь со своими родителями и сматать тебя, да? Будешь моей любимой, седьмой женой. Да, да, да. Пакистанцы, какие пакистанцы? Кстати, мы узнали, что чувак, который ростом 2 метра, ему 14, а Швепу, который криминальный гном, всего 17 лет. Всего-то 17 лет. 17 гладочков Швепу. Идем в магазин, живет в свободное время. Не любишь, я покончу с собой. Да он психанул и плакал. Ко мне подошли другие его, други пакистанцы, и сказали, почему Шамуэль плачет? Что за хренатень такая? Вот. Ой, да нет, просто он очень ранимый в сердце. Эти усы скрывают очень трагичную и грустную историю. А потом он ходил весь день с таким трагичным лицом. Типа какашек нанялся. Да. Да. Шел 15-й день нашего долгого-долгого путешествия. И мы уже так начали тосковать по родине, что везде видим липы, березы, русских. Сейчас мы видели у людей на дачном участке, прямо на участке стоит магазин. Мы, наверное, подумали, что в Германии стоит магазин. Мы, наверное, подумали... В участке стоит магазин. Мы, наверное, подумали, что в Германии, что это же Германия, это же не Россия, правильно? Чтобы муж мог в трусах пьяный за пивом ночью ходить. Название Кока-Кола. Название Кока-Кола, да, очень хорошее название. Это что-то новое. Это впервые проходцы. Лошадулечки, укипучки мои, маленькие мармеладоньки. Мармеладки мои, маленькие лошадочки. Ути, уберитесь. Так, знаете, сейчас одна из них понеслась на автобусе. Я подумала, что если я подойду и скажу, ой, лошадочка, давайте покормлю меня плотножками. Надо увидеть это лицо сверху, говорит. Я сейчас забыла отключить проблежение. Лошадочки! А там птички полетели. Смотри в мои глаза! Лошадки! Все нормальные ребята сидели и играли в пастро. Мы решили расходить в магазин. Очень сильно промокли. И в меня даже швырнули одеялом. Потому что у меня просто льется с волос. А я тебе предлагала пастро. Но я все равно шикарна, ребята. Ты уже подписался на канал? Если нет, то подпишись и поставь фолькер под этим видео. Пока! Хей! Ссылки на социальные сети в описании.